МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании «Гомель». У студии працует Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. В пошуках працы завтра пройдет черговый электронный кермаш вакансий. Новые перспективы в сфере отпочинка. В осенне гомельские туристичные операторы приняли в делу рекламно-информационным туры «Гомель Промысловы». Школа юного рыбалова – уникальный проект, аналога в яком у «Няма Украины», реализуют на базе средней школы номер 47 у «Гомели». Добрая справа – доброчинную акцию под такой назвой запускает гандбольный клуб «Гомель». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Белорусская молодь супротив реабилитации нацизму в память охвяр коричневой чумы запалили свечки на мемориальном комплексе у «Червоным березе» Жлобинского района. Молодежный митинг «Рэквием» прошел в рамках патриотичного проекта «Память сердца», который стартовал на передании в Дятловском районе Гродинской области. Мероприемства проекта «Память сердца» пройдут во всех регионах Беларуси по 24-й снежне. У памятных местах, связанных с падеями Великой Айчыной войны, молодые люди организуют митинги «Рэквием» за складанием кветок и запальванем лампад памяти в форме назвы нового патриотичного проекта. Тематы ци захований исторической памяти будут присвечены идеологи поколениям. Подчас працы гэтых коммуникационных пляцовок плануются обмерковать пытания патриотичного выхования молодых. Конечно, у меня ужас от того, сколько крови было пролито на наших землях, вот конкретно в Красном береге. Мы должны помнить, что это такое, мы должны знать, что это такое. И мы должны передавать эту информацию своим детям, будущим внукам. То есть мы должны об этом знать и мы должны это обсуждать. К героизации фашизма я отношусь крайне негативно. Я считаю, да, что такие акции помогают нашей молодежи раскрыть и расставить все точки над «и», раскрыть те негативные явления, которые происходят сейчас в Республике Беларусь. И я думаю, что каждый из участников этой акции придет сегодня домой, откроет книгу по истории и прочтет, что такое Великая Отечественная война. Финальный митинг-реквием в рамках проекта «Память сердца» отбудется 26 вертого снежня на площади перемоги в Минску. Нестабильное останови, что Украине и гражданские охваливания тревожат не только беларусов. За непокойность она выкликает и утык, для кого Беларусь стала другим домом. В 2014 году Ганна Литвин разом с мужем и детьми покинула Донецк. Военные деяния близко подобрались до их дома. Заховывать спокоя в этой ситуации было немогчимо. Когда аэропорт бомбили, то это все небо гудело. Когда пролетает самолет, истребитель вот этот вот, или как он там правильно называется, то это тяжело быть спокойным в этой ситуации. Рядом с нашим домом, ну как рядом там, пару километров от нас находилась военная часть. Вот когда непосредственно начались уже там события, то все, это уже была последняя точка, после нее мы поняли, что пора собирать вещи. Отвезли к родителям мужа детей, это Донецкая область, в Волновавском районе, это 40 минут от Донецкой езды. Мы машины отвезли их туда с какими-то вещами, вернулись в Донецк. Я уволилась с работы, ну как это положено, уволилась с работы, прошла в поликлинике, забрала справки, карточки забрала, забрала детские документы с садика, со школы, все это собрали мы. Там еще собирались какие-то дела поделать, но пошли слухи, что перекроют пункты пропуска. Ну и пришлось как бы быстрее уехать. У Гомеля живут родные Ганны, я ее дядька с семьей. Слухаючи новины из Украины, яны неодноразово закликали семью лицьвин проехать в Беларусь. Ганна каже, что в початку яны думали про агрогородок, але потом вырешили застаться в областном центре и поспробовать применить свою эдукацию и працовный опыт. Так и вышло, яна смогла лотковаться у будильничий трест геодезиста. При этом женщине навык не пришлось подтверждать свой диплом. Згодно с указом президента Беларуси для беженцев из Луганска и Донецка процесс працалоткования спростили. Пару годов тому Ганна так само пройшла навыкшение и аттестацию в Минске, где муж працует водителем, как это было и в Донецку. Дети так само нормально адаптовались, вучатся в школе и в университете. Я могу пожелать, только не испытать такого. При том, что мы не попали непосредственно под бомбежки и мне не пришлось сидеть в подвалах. И того, что мы пережили, этого достаточно, для того, чтобы понимать, что это никому не пожелаешь. Когда муж поехал в 2016 году и позвонил мне по скайпу из нашего родного дома и спрашивал, что потом привезти сюда в Гомель, и он мне показал наши полотенца, и я расплакалась при виде этих полотенец, из-за дурацких, понимаете, которые мы там оставили, то не надо такого, никому не надо. Поэтому я желаю только того, чтобы был мир, добро и развитие. Больше ничего. Гомельская погрангруппа «Папереджвая» изменилась между пограничной зоной и пограничной полосой. Яны стали шире, и, ответственно, у их увайшли новые населенные пункты приграничных районов Гомельской области. Однако далеко не у Симг этого дома, и многие межвольно становятся порушальниками. Тим, кто избирается в бок границ, рекомендуется додатково удоконять информацию по конкретных направлениях и населенных пунктах. Для этого можно свернуться в ближайший орган або подразделение пограничной службы, альбо потелефоновать по номеру телефона у Гомеля 53-74-65. Процел на часы с 8.30 до 17.00. Управление по праце занятостей социальной обороны Гомельской Гагар-Вакангама проводит шарговый электронный кермаш вакансий. Звернуться о пошуках працы можно будет завтра с 10.00 до 12.00. Электронный кермаш вакансий пройдет на один информационный плясовце и векансе кропка BY, что позволяет у онлайн-режима забеспечить промы и активный диалог наймальников с уискальником, а так само опошнему передать свое резюме, задать у всех хвалюющее пытание. С задачами справились жильевое будовнество в регионе ведется вельми активными темпами. План на 2020-й – узвести 485 тысяч квадратных метров. По будовнестве жилья с держпотрымкой доведенные лечбы навыд отрымалось опера выконаць. По арендных кватерах так само. Марина Северьянова с подробязностями. Едем в Рэшицу. Там будет целый микрорайон. Только за этот год тут появились две шмат-поверховки. На днях сдадут еще одну. Большая квартира для шмат-детных семей. Нам было запланировано 160 строительства квартир для многодетных семей. Мы построили 207. Это за этот год. Это 183 семьи, потому что есть возможность для больших семей, где есть семь и восемь и более детей, объединять квартиры. Двух квартиру, двухкомнатную и однокомнатную на одной площадке рядом стоящие. Вот с учетом объединения 183 многодетной семьи улучшат жилищные условия в 2020 году за счет ульготного кредита. И когда шмат-детные семьи-кватеры могут отрымать вельми худко, не более как за полгода, то на социальное жилье за все дает шарга. Такие квартиры частей за все могут различовать сироты. Чтобы не ждать очень долго, есть вариант сгодится на арендное, которое затем приведут в социальное. Платить нужно будет только за коммунальные услуги. У решений таким способом активно используются местные жилищные, которые имеют соответствующие льготы. Дети-сироты одни, в основном семей нет. По самому квартиру предлагаем в строительство однокомнатную, но им кредитуют только 30 квадратных метров. Квартиры строятся больше 40 квадратных метров. Зачастую практически у всех нет возможности доплатить эту разницу за счет собственных средств. Поэтому иметь где-то же жить надо. Поэтому как вариант мы разъясняем, что у них есть такая возможность улучшить свои жилищные условия. Арендные квартиры имкнутся будовать в каждом районе в области. Такая практика протягнется и в наступном году. Будовнющая голена уже визначилась задачами на 2021. В следующем году планируем построить 500 тысяч квадратных метров жилья. С господдержкой для нуждающихся это и арендное жилье, и социальное, и за счет кредитов по 240-му и 13-му указу тоже около 180 тысяч квадратных метров. То есть это получается где-то 40% всего года жилья. Вот на этой пляце улцы, что побольше с исходным обыходом, в наступном году пошли расти новый дом. По коль же тут пустыше. Мы сейчас находимся на будущей строительной площадке на пересечении улиц Бородина и Восточного обхода. Здесь будет многоквартирный 10-этажный дом, 4 секции. В этом доме предполагается 1-2-3-комнатные квартиры. Однокомнатные квартиры площадью 43 квадрата, двухкомнатные 58-59 квадратных метров, а трехкомнатные 83 квадратных метра. Да, очень большие. А скажите, когда строительные работы начнутся? Строительные работы начнутся после того, как будет вся готова разрешительная документация. Ну, я думаю, что, наверное, в следующем году однозначно дом начнет строиться. Место вельми зручное. Побыч, школа, ледовый палац, озеры. Усёк обжитё в новом доме было максимально комфортным. Под обязанностями глядить в программе «Великая будовля» эфир 27-го Снежня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» у 19.01.45 хвилин. Брина Северьянова, Сергей Лукашук, телеродия компания «Гомель». Новые перспективы у сферы отпочинку. Сегодня гомельские туристичные операторы приняли уделу рекламно-информационным туры «Гомель Промысловы». В умовах пандемии, когда поезд к Замяжу стала проблемой, выход из ситуации, в развитии местного туризма и пошуку новых решений. Один из них – наведывание промысловых объектов, знакомство с их историей и деятельностью. Подробности в наступном сюжете. Визит на «Гомель Сельмаш» для группы туристичных менеджеров пачался с экскурсу у минулая. Музей предприемства познайомил гостей со сторонками истории завода, якая должится уже 90-х годов. И она умещая и перед Великой Чинной войны, коли многие сельмашовцы нужно обороняли родимого дворога, и хады одновления после перемоги, и далейшее имкливое развитие предприемства. Так само нельга не закрануть сучасность и будучи у него «Гомель Сельмаша». Экскурсанты повинны доведаться об его перспективах. У нас есть аналог, комбайн зерноуборочный, которому нет аналогов в мире. Он работает на газовом топливе. Он очень экономичен. И я думаю, что будущее за ним, потому что он качественно производит уборку, экономичный. И я думаю, если мы нарастим большие объемы этой серии комбайнеров, наше предприятие будет работать стабильнее. Кожный промысловый объект можно зарабить ясшей туристичным. Головное уметь зацекавить. Гости предприемства берут гэта на заметку, бо для «Гомеля» промысловый туризм – саправды нечто новое. Выстава техники – гэта махчимость не только своими вачами убачить с досягнений завода, але и докрануться до их, зарабить памятный сдымок. Специалисты по туризму отзначают, подобный тур можа стать добрым рашэнням для семейного отпочинку с детьми. А визит у цех дозволяет уявить целиком рабочий процесс и его масштабы, поглыбиться в атмосферу завода. Тому укоронение новых напрямков у мясовый туризм не примусит себе долго чекать. Миколай Скенсиян, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельским областным драматичным театр призначили директора. Им стал Сергей Гульчин. Загад об его призначении на эту посаду был подписан 14-го Снежня. Сергей Гульчин добра знакомый коллективу, и он працевал на разных посадах у Гомельским драмтеатры на протягу некольких десяти годзев. Неодноразово выконывал обовязки директора, а в опошний час працевал на посаде наместника директора по гастрольной дейности и организации глядача. Школа юного рыбалова – уникальный проект, аналог в якому нема в Украине, реализуются на базе середней школы номер 47 у Гомеля. В программе «Навучание» ловля рыбы на фидерную снасть, спиннинг и поплавковую воду. Плануется, что занятки два раза на тыдень будут проводиться с отделом профессийных рыбаков-спортсменов. Школа станет базой для створения первой в Украине юнацкой команды по спортивной рыбалце. Организаторы ставят перед собой задачу не просто научать детей на базе звычайной агульно-эдукационной школы рыбной ловли. Але перш за все выхват у них биражливый относенный до природы. Увлекаюсь рыбалкой с четырех лет. В этом году принял участие в двух соревнованиях. Одно проходило в Гомеле, заняло четвертое место, второе в Жлобине, занял первое место и самый крупный окунь в зачете. Кроме спиннинга увлекаюсь также поплавком. Самая крупная рыба у меня – это сон на четыре килограмма. Насколько это востребовано, мы поймем это попозже, но это действительно новое направление в работе школы. В школе много есть кружков различных направлений, и мыловарение, и танцевальное, и по спорту, и так далее. Но вот это направление, оно будет востребовано, я в этом просто уверен, потому что очень многие дети занимаются рыболовством, они любят рыбалку, выезжают просто отдохнуть на природу. Проект реализуется при соденничании молодежного совета при национальном сходе Республики Беларусь. Теоретичные занятки у школы почнутся одразу после зимовых каникулов. Практичная частка различена на теплый период года. Ее плануется проводить на суседнем со школой Люблинским в озере, одним из наибольши любимых местов гомельских рыболовов. Гандбольный клуб «Гомель» запускает доброчинную акцию «Добрая справа». До 27-го снежня будет ожитивляться сбор подарунков для гомельского областного дома «Детяти». Гандбольный клуб запрашивает принять удел у всех небояковых же хоров региона. Подчас хатних поединков, які пройдут 19-го и 27-го снежня, можно будет передать подарунки для «Детей». Альбом окшима их привести по адресу 50-го завода «Гомсельмаш-12». За додатковой информацией звертайтесь по номеру телефона 22-78-64, ті у соціальних сетках. Гэта інша новинная информация о проектах Телерадоя кампании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершен. Усяго доброго. До сустречы у эфіра. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Очередная трагедия из-за неосторожного обращения с огнем. В Речицком районе произошел пожар со смертельным исходом. Накануне в 17.27 спасатели отправились на помощь в деревню Рудец. По прибытии оказалось, что горел деревянный жилой дом. Проживающий в нем мужчина смог самостоятельно покинуть пылающее здание, а вот за его женой после ликвидации огня отправились спасатели. Они вытащили тело женщины на свежий воздух, но спасти ее не удалось. Реанимационные мероприятия медиков не принесли результата, и те констатировали смерть пострадавшей. Чита состояла в списках граждан группы Риска. Вероятнее всего, пожар произошел из-за непогашенной сигареты. Всего же за минувшие сутки спасатели Гомельской области выезжали на два пожара. Еще один произошел в деревне Провтюки Мозрецкого района. На улице Центральной горел деревянный жилой дом. Из-за пламени его кровля обрушилась. Были повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество. Пострадавших нет. Рассматривается версия «Неосторожное обращение с огнем». В Гомельском районе водитель насмерть сбил пешехода. Накануне примерно в 20.00 50-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Accent и двигаясь по автодороге в поселке Большевик со стороны Костюковки, совершила наезд на 34-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. К слову, на мужчине был фликер. В результате происшествия пешеход скончался на месте. В очередной раз госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения повышенной внимательности и бдительности при пересечении перекрестков, особенно если вблизи есть пешеходные переходы, остановки общественного транспорта. Не забываем о том, что на пешеходном переходе необходимо предоставить преимущество в движении пешеходу. Кроме этого, хотелось бы напомнить и пешеходам о том, что при пересечении проезжей части необходимо убедиться в безопасности своего перехода, убедиться в том, что водитель вас заметил, останавливается и предоставляет вам преимущество в движении. Это все новости на сегодня. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись матчи 10-го тура. Гомельская БЧ на выезде играла с Минском. Уже на первой минуте Сергей Селивончик вывел гостей вперед. Еще до перерыва Василий Жариков и Денис Гуменюк сделали счет 3-0 в пользу железнодорожников. На старте второго тайма вопросы о победителе снял Павел Книга. Столичная команда все-таки смогла лишить голкипера БЧ Сухаря. Сергей Астертах был точен с 6-метровой отметки. Итог 4-1 победа БЧ. ЦКК в выездном матче против столичной охраны «Динамо» в самой концовке упустил как минимум ничью. Светлогорская команда в течение трех заключительных минут поединка пропустила дважды и потерпела поражение 2-4. В 10-м туре остался несыгранным только один поединок между гомельским ВРЗ и столицей. Между тем стали известны даты проведения матча 1-8 финала Кубка Беларуси по мини-футболу. На этой стадии сыграют четыре команды из Гомельской области. 19 декабря ЦКК в гостях сыграет с «Динамо» БНТУ. БЧ также отправится в Минск. Соперник – штурм. В воскресенье 20 декабря в Речице встретятся местный метрополис и ВРЗ. Женская команда «Гомельские рыси» вновь проиграла в чемпионате Беларуси по баскетболу. Гомельчанки крупно уступили к горизонту на его площадке 46-101. Рыси замыкают таблицу чемпионата. А вот мужская дружина праздновала викторию. В непростом поединке дома подопечный Андреевич Варкова одолели столичный РГУОР. В концовке точнее оказались хозяева и праздновали победу 81-79. В таблице чемпионата гомельчане на девятом месте. В Полесское дерби высшей лиги чемпионата страны по хоккею вновь сложилось в пользу Столиваров. На этот раз «Металлург-2» дважды обыграл «Гомель-2» на своем льду. Причем оба раза разгромно. Победы «Жлобинской дружины» 10-1 и 15-1. В турнирной таблице Столивары на четвертом месте. Рысина – 13-м. «Гомельская энергия» после неудачной поездки в Минск на матче финала 4-х Кубка Беларуси по волейболу завтра попробует реабилитироваться. В 13-м туре чемпионата страны в гости команде Романа Оплевича приедет Брестский западный «Бук». В первом круге энергетики вырвали победу лишь на тайбреке. В турнирной таблице соперников разделяют пять позиций. Гомельчане на третьем месте, Брещане на восьмом. Игра пойдет на паркете спорткомплекса «Локомотив» начала в 15.00. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова